Дело в том, что душа или я в этом мире не находится в абсолютно трезвом состоянии. Мы не в трезвом состоянии здесь находимся. Чем больше человек сосредоточен на самовыживании или душа, тем больше она не трезва. Чем больше страха в душе, тем меньше трезвости. Это описывают в Священной Писании. И когда человек полностью забыл про себя и служит другим, тогда душа просыпается. Она становится активной или самоосознающей, осознающей себя, только когда она про себя забывает. Чем больше душа заботится о себе, тем больше она забывает по факту про себя как Личность. И видите, то, что я вам сейчас сказал, это просто теория. Мы это разберем, постепенно это будет понятно. Я сейчас вам расскажу кое-что интересненькое в этом плане. Дело в том, что больше всего защищают свою жизнь не люди, а кто? Животные. Так вот, посмотрите на собаку, кошку. Они всегда заняты тем, чтобы защищать свою жизнь. Страх очень выражен в жизни животных. Птицы, допустим, почему к себе не подпускают? Они боятся. Они боятся за свою жизнь. Они в страхе находятся. Мы улыбаться можем даже, подходить с улыбкой. Она видит эту улыбку, но все равно боится. Потому что она так развита. То есть, чем больше развито живое существо, тем меньше страха и больше любви в сознании. И знаете, у кого больше всего страха за себя? Даже не у животных, а у деревьев. Дело в том, что деревья вообще полностью себя забыли. Потому что они, вот эта вот, как бы, энергия страха или скованность души достигает в теле растений максимума. Поэтому дерево, оно спит глубоким сном. Когда веточки у деревьев мы отбрезаем, оно чуть-чуть пробуждается и лучше растет. Это хороший способ продлевать жизнь дерева. Постоянно обрезать ветки, чтобы оно было более молодым, молодело. Но, если мы уже себя чуть-чуть начали понимать, это называется форма жизни сон без сновидений. То есть, живое существо себя не помнит вообще, не знает себя вообще. Но оно живое, оно живет. Как определить, что оно живет? Есть признаки жизни. Например, если мы стремимся к счастью, это признак жизни. Камень не может стремиться к счастью. Но растение стремится к солнцу. Солнце для нее — это энергия любви, счастья. Дальше. Размножение — это признак жизни. Защита, кора, дерево, защита. То есть, она защищается. Сохранить жизнь пытается. Питание — признак жизни. Размножение, защита, питание, стремление к счастью. Это все признаки жизни. В человеке это есть, в животных есть, в растениях тоже есть. Поэтому мы не можем сказать, что там нет души в дереве. Там есть душа, потому что есть признаки жизни. Вот они описаны. Но интересно, что в живых существах, которые уже движутся, у них признаки жизни действуют активнее. И они лучше понимают себя. Это осознание себя называется солнцосноведением сознания. Собачка, по сравнению с нами, спит сильнее. Она очень сильно защищает свою жизнь, постоянно боится за себя. И даже когда она гавкает, причина этого — это страх. Страх является главной причиной агрессии даже животных. И заметьте, что человек тоже может вводить в эту форму жизни, которая называется солнцосноведением. Как вы думаете, в каком состоянии сознания человек превращается в эту форму жизни? Когда? Да, правильно, вы показали. Блаженствуй на просторе в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Вот теперь давайте подумаем, почему. Потому что на самом деле, смотрите, если мы хотим быть счастливыми, и главное это в жизни счастье, то это человеческое тело для этого не предназначено. Потому что в человеческом теле очень много трудностей. А животное, оно получает сразу то, что ему нужно в жизни. Вот кошка, у нее очень расслабленное тело, допустим. Человек не может быть в таком теле жить, как у кошки. Или, допустим, взять медведя, он может спать по полгода, а мы нет. Корова может есть целый день, попробуйте поесть целый день. Это невозможно. Если вы хотите побегать, человеческое тело тоже не сильно бегает. Вот антилопа, она бегает супер просто. И так далее. Если взять все виды счастья, которыми мы склянемся, в человеческом теле они труднодостижимы. Летать мы не умеем, птицы летают. Плавать мы не можем в воде, как рыбы. И сексом обезьяны занимаются в 5 раз больше, чем люди. Поэтому все, что ни возьми, вот куда ни копни, везде животные счастливее нас. И если взять, сфотографировать глаза очень сильно пьяного человека и собаки, мы увидим один и тот же взгляд настроения. Это означает, что человек, когда он выпил, он находится в том же виде сознания, в котором находятся животные. Ну то есть животное, оно тоже так же балдеет. И то же самое дети. Маленькие дети, они тоже такие блаженные. Они в этом сознании счастья находятся. И споятся всего постоянно. Чуть мама отходит, они плачут. Видите, мы сейчас с вами разбираем отношение к себе. То есть оно бывает разным. Например, если человек думает, что он должен постоянно выпивать, то он относится к себе как к личности, которая должна во сне жить. Она не должна трезво видеть мир. Это значит, что он готовит себя к животной форме жизни. Потому что веды объясняют, что тонкое или психическое тело человека по-другому называется еще телом желания. В зависимости от того, какие желания мы имеем внутри, к такому виду жизни мы и приходим. Причем уже в человеческом теле. Некоторые говорят, ты посмотри, ты на свинью стал похож. И это факт. Это означает, что человек хочет такой жизни просто. Ну что он плохого сделал? Ничего плохого. Он просто неправильно понял, зачем он родился в человеческом теле. Человеческое тело не для счастья нужно, а для самоосознания. Оно нужно для того, чтобы понять себя глубже. И тогда счастье приходит, как награда. Но если я хочу быть счастливым, что тогда напрягаться? Надо выпивать. Они балдеют, ходят, пьяненькие. Хорошо. Все, они счастливы уже сразу. Видите, оказывается, понимание себя является очень важной штукой. Другими словами, есть пять стадий осознания себя. Сон без сновидений — это растительная форма жизни. Сон со сновидениями — животное или состояние человека в пьяном виде. Человек сон со сновидениями — такое сознание. Он спутанное сознание. Он себя не до конца осознает, этот человек. Но счастья больше. Следующий вид — пробуждающееся сознание. Пробуждающееся сознание — это обычное человеческое сознание. Почему оно пробуждающееся? Потому что он себя уже знает лучше. Но он не знает, будет он жить дальше после смерти тела или нет. Он не знает, была у него прошлая жизнь или нет. До этой жизни он не знает. Он не знает, он вечный или не вечный. До конца он не знает. Ему говорят, что вечный. Он согласен. Это лучше, чем быть не вечным. Но как бы доказательства где? Поэтому страх смерти очень сильно присутствует. Если я вечный, зачем бояться тогда потери тела? По-моему, Сократ выпил яд, да? Кто-то, а? Кто помнит? Сократ, да? Его поймали. Говорит, все, ты пойман, пей яд. Он говорит, вы меня поймать не сможете. Вы поймали только мое тело. И выпил яд. Потому что он уже осознал себя как душа. Он не боялся смерти. Он знал, что дальше сделан будет. И с душой. Это очень сложно. Мы не можем имитировать это. Я сейчас всем яд раздам. Первое, что произойдет, меня посадят. А второе, что произойдет, никто не выпьет. Зачем вам это надо? Нам надо жить в теле. Мы развиваемся здесь, в этом теле. Итак, смотрите, очень важно понять, что человек не может имитировать более развитого, не должен. И также не должен опускаться в небе неразвитое сознание. Пробуждающееся сознание означает, что страх преобладает над любовью. И поэтому люди в основном заняты самовыживанием. Посмотрите, чем занят человек большую часть времени. Он работает. Он пытается сделать так, чтобы было жилье. Ему нужно питание. Ему нужна семья. Ему нужны дети. То есть он пытается делать то же самое, что делают животные. Смотрите, барсук тоже строит себе плотину, создает семью, ищет пищу. Все то же самое. В чем разница с человеком заключается? Разница заключается в том, что мы можем, кроме этого, еще чем-то заниматься. Вот, например, на этой лекции мы не выживаем. Мы пытаемся понять, как жить правильно. Это совсем другая вещь. Это функционирование человека намного выше, чем просто жить. Как мы живем обычно. Теперь, кто такой проснувшийся человек или пробудившись в сознании? Что это такое пробудившись? Чем оно отличается от обычного? Первое отличие заключается в том, что человек осознает, что для счастливой жизни ему нужен Бог или источник счастья. Он понимает, что я не замкнутая система. Мне нужно наполняться счастьем в жизни и отдавать его другим. Наполняться, отдавать. Наполняться, отдавать. И такой человек, он постоянно наполняется любовью к Богу, от Бога наполняется любовью и отдает людям постоянно. В результате он по-другому совсем воспринимает мир. Этот мир для него — это место, где он совершает свою миссию. То есть у него цель жизни — это служение, а не обеспечение себя. Смотрите, в этот момент из эгоистической платформы душа переходит в бескорыстную. И в этот же момент мы соединяемся с настоящим временем. Оказывается, когда человек живет в страхе, он контактирует с прошлым временем. Депрессия. Что такое? Человек живет в прошлом. У меня есть такая песня. «Был душой я молод, а теперь старик». Человек поет о прошлом. Он говорит, было время, был я весел, без причины, просто так. Износилось столько кресел на вокзалах, в поездах. И он поет ночь, яблоком стучит в окно и так далее. «Был душой я молод, а теперь старик». То есть что произошло с человеком? Он разочаровался в своей жизни. Он живет в прошлом. Когда человек живет в страдании, в страхе, в напряжении, его сознание уходит в прошлое. А также люди, которые ведут криминальную жизнь, они тоже как бы в невежественном сознании находятся. И у них поэтому все песни такие, с оскорбинкой такие. Блатные песни со оскорбинкой. «А белый лебедь на пруду, роняет падшую листву, на том пруду, куда тебя я приведу». Ну то есть такая оскорбинка в прошлом. Сознание в прошлом находится. Если человек, видите, это означает, душа или психика человека находится в сильном контакте со страхом. Теперь человек стал чуть поживее, жизнь стала активнее. И он начал уже погружаться в другие отношения с этим миром. Он верит в счастье. И все фильмы, которые он смотрит, они все успешные. Успешные. То есть там всегда герой, он, ну как бы в зависимости от того, человеку что для него успех, если совсем низкий уровень сознания, но к счастью человек стремится, надо, чтобы всех поубивали. Ну то есть успех означает, всех постреляли в фильме, и все, и мы победили. Вот успех. Чуть повыше сознание, это значит, что человек добивается уже счастливым трудом своего счастья. Он трудится, он чего-то достигает в жизни, он любит всех. И как бы он счастливым становится, побеждает судьбу, потому что он вот так вот живет, трудится и так далее. И люди такие живут в будущем. Они хотят, верят в будущее. Птица счастья с завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня, выбери меня Птица счастья с завтрашнего дня Вот выучусь в школе, стану счастливым. А сейчас пока трудно. Выучился, вот поступлю в институт, стану счастливым. Пока нет, пока трудно. Поступил, вот выучусь в институте, стану счастливым. Пока нет счастья. Выучился. Вот устроюсь на работу, на хорошую, стану счастливым. И так бесконечно. Ничего никогда не остановится, потому что же сознание находится в будущем. Почему? Потому что человек плохо понимает себя еще в этом причине. Если человек осознает себя реально, что он тот, кто должен дарить счастье другим, он отказывается от своего счастья. И в это время его сознание входит в настоящее время. Счастье. Существование сейчас. Тье означает существование. А сейчас означает сейчас. Счастье. Существование сейчас. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Смотрите, мы идем на остановку. Раз ждем трамвая. Притягиваем его глазами троллейбуса. Я жду, когда придут трамваи. Там буду счастлив. Здесь я не могу быть счастливым. Потому что я не занят тем, чем надо. А если я повторяю? Я желаю всем счастья на остановке. Мысленно понятно. Потому что все же по-другому настроены. Да он сумасшедший. Зачем он так повторяет? Наверное, надо вызвать скорую помощь или психушку. Видите? То есть это не принято в современном обществе. Если кто-то, допустим, матернется, нормально. Ничего страшного. Нормально. Я желаю всем счастья. Ничего, да не нормально. Понимаете? То есть вот этот разворот сознания на служение другим является чем-то необычным в этом мире. И в тот момент, когда душа разворачивается на служение другим, и она перестает о себе, себя воспринимать как главную роль в этой жизни, как главную роль, в этот момент сознание приходит к настоящему времени, и счастье в сердце начинает копиться. Когда человек имеет много благочестия, он получает три вещи в своей жизни. Первая вещь называется возможности или деньги. Вторая вещь называется власть. И третья вещь называется слава. Откуда берутся эти вещи? Из того, что человек много жил не для себя. Когда человек делает добрые дела, его внутрь входит могущество человека. Если, допустим, человек с помощью речи помогал другим, у него становится красивая речь. Если он пытался помнить о других, у него становится сильная память. Если он защищал других людей в жизни, заботился о них, у него появляется власть. Если человек создал благополучие, создавал благополучие для других в своей деятельности, у него появляются деньги. Теперь, если человек хочет заработать деньги больше, чем ему положено, что создается? Ощущение несправедливости. И в результате этого ощущения его привлекают к ответственности. Понимаете, о чем я говорю? Одни люди зарабатывают много денег. Очень справедливо. Ну, то есть, без всяких проблем. У них огромное богатство. Ну, все по-честному. Почему? Потому что у них есть сила это делать. Откуда это берется, сила? Из прошлых поступков. Если человек делал добрые дела, означает, забыл про себя. Что такое добрые дела? Это означает как раз бескорыстная деятельность. Понимаете, из нее рождается благочестие. Правильное отношение к себе рождает счастливую жизнь. Со всех сторон. И наоборот, несчастная жизнь всегда означает неправильное отношение к себе. Чем больше в жизни страха за свою жизнь, допустим, я не выйду замуж, я не выйду замуж, значит, тогда не выйдешь. Если женщина забывает про себя, девушка начинает всех любить, заботиться обо всех, она становится очень сильной, как девушка. Одна девушка вчера в лиге подошла ко мне, Олег Геннаджик говорит, ну, как выйти замуж, как? Объясните, что вот может мне помочь? Я никак не могу понять. Я объяснил очень просто. Я говорю, точно так же, как на ринге, один боксер ударом сшибает с ног другого. Точно так же девушка должна сшибать с ног мужчину. Больше ничего не поможет. Все банально, понимаете? Вопрос для чего? Потому что, если, допустим, у тебя очень тело красивое, то он тогда привлекается, у него возникает желание наслаждаться телом, у него не возникает желание жениться. Поэтому есть еще внутренняя красота у женщины, которая выражается в виде, когда мужчина видит такую женщину, девушку внутренне красивую, у него возникает сильное спокойствие внутри. Или стабильность, чувство стабильности. Внутренняя красота, он стабильность чувствует. И он тогда думает, надо ее рядом с собой иметь всегда, эту девушку. То есть ему хочется жениться уже. Не наслаждаться этой девушкой, жениться. Смотрите, разные вещи совершенно. С одной стороны, девушка знакомится, и к ней пристают, мучают ее тело, и потом до свидания. Она очень сильно расстраивается. Почему я не могу выйти замуж? Потому что ты себе относишься как к телу. Ты делаешь свое тело сильным, красивым. Женская сила — это красота внешней теленности. Хорошо именно к нему и привлекаются мужчины. Ты хотела, чтобы твое тело было красивым? Пожалуйста, оно красивое. Но это не помогает выйти замуж. Помогает. Первое впечатление создается. Но дальше что-то еще должно быть. Если у тебя еще характер красивый, тогда он падает с ног. Все, ты победила. Выбирай, кто тебе нужен. Почему в древней культуре девушки закрывали лицо? Ну, потому что им жалко мужиков было. Все падают, когда, ну, как-то нехорошо. Сильный характер был, много красоты у женщин было. Сейчас, чем меньше красоты у женщин, тем больше открывает тело. Получается. Так один глаз открыло всего, так раз чуть-чуть. И закрыло. Достаточно. Больше не надо. Мужчина точно так же. Когда мужчина отдает себя другим, он становится очень красивым по-мужски. Ну, то есть надежным, смелым, разумным, ответственным. Это мужская красота. Женщине становится хорошо рядом с таким человеком. Она чувствует себя счастливой, потому что она чувствует силу бескорыстия человека. Видите, а сила бескорыстия — это не сила психики, это сила души. Душа, чем больше проснулась, тем она счастливее. Как душу можно прозбудить? Ее всегда надо будить всем. Вот, допустим, у нас есть жизнь. Вот, допустим, я, девушка молодая, хочу выйти замуж. Это нормально? Конечно, нормально. Чего одно это жить? Вот, но если я буду думать, я хочу замуж, я хочу замуж, мне это не поможет, потому что корыстный настрой, корыстный. А если я начинаю своей красотой всех служить, о всех заботиться, о подружках, о друзьях, заботиться обо всех, значит, тогда что получается? Я, само собой, не думая об этом, создаю свою семью. Сначала у меня создается большая семья. Девушка чувствует себя очень защищенной в отношениях с людьми. И у ней пропадает чувство, что она одинока. Вообще пропадает. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Сто процентов. Одиночества нет, все. Я так всех люблю, а всех забочусь. Одиночества нет. Все, скоро замуж. Мужчина по-другому. Его бескорыстие проявляется в победах. Он должен всем помогать своей силой мужской. Должен стать очень востребованным человеком, победоносным. Где? Да там, где ты находишься. Некоторые мужчины думают, нет, мне надо какое-то высокое положение занять для того, чтобы быть победоносным. Глупо. Зачем пытаться поднимать ту штангу, которую ты никогда не поднимал? Поднимай тот вес, который у тебя есть, и с этим развивайся. Становись сильнее, как мужчина, на том, что у тебя есть. А может, это не моя природа. Узнаешь по дороге. Понять свою природу тоже невозможно просто так, потому что есть четыре природы у человека. Это зависит от развития личности. Вот смотрите, бескорыстный человек, мужчина, да, или женщина, в деятельности взять его. Он хочет заниматься только тем, что ему нравится. Это называется хобби. Это вообще никому не интересно. Допустим, человек написал картину, говорит, какая красивая картина. Ее поставил на продажу, кроме него она никому не красивая. Кто ее купит? Это называется хобби. Человек любит что-то делать, но он это делает для своего удовольствия, не для чужого удовольствия. Это называется хобби. На хобби зарабатывать практически невозможно. Но человек, он очень корыстно настроен с труду. Он говорит, я могу работать только там, где мне хорошо. Я не могу работать там, где мне плохо. Я не хочу на работе страдать, я хочу только наслаждаться. Это называется хобби. Ничего общего-то не имеет с работой вообще. Потому что человек хочет наслаждаться работой просто, ему не хочется делать никакую пользу приносить. И он ищет, ищет, где же он будет наслаждаться работой? Нигде. Невозможно, потому что это хобби означает, что никому не надо. Есть такой анекдот. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Поэтому неуловимый. Так и этот человек, он ищет, ищет работу. Но он никому не нужен, неуловимый становится. Следующее предназначение человек. Человек еще не развит, чтобы действовать с позиции разума. Разум означает знание. Человек полностью знает, что он может делать для других, и при этом быть счастливым также внутри себя. То есть он действует для других, пользу приносит. Но при этом ему нравится это делать. Это означает развитый человек. Он, у него разум очень развит по отношению к себе. Он себя хорошо понимает, этот человек. Понимаете, о чем я говорю? Он себя очень хорошо понимает. Итак, смотрите. Второе предназначение человека — это способности, называется способность. Если кому-то надо выйти, выйдите. Второе предназначение человека называется способности. Люди, которые уже начинают зарабатывать деньги и чувствуют себя хорошо в жизни, они живут по способностям. Но во время работы они сильно устают, и им не нравится их работа. Почему? Потому что способности человека еще не значит. Это деятельность ума. Ум означает чувство, желание, мысли. Это не означает знание. Разум — это знание, воля, решимость, энтузиазм человека, храбрость, смелость, трудолюбие. Это деятельность разума. Это все бескорыстная платформа. Когда разум действует, человек уже достиг бескорыстия в сердце. То есть он понял, что жить надо не для себя. И тогда раскрывается человека предназначение. Но до этого момента у него есть жизнь по способностям. То есть он делает то, что может для других. И за это получает деньги. Чем этот человек мотивирован, который действует по своим способностям? Он мотивирован деньгами. Он живет только для денег. Потому что он живет в страхе за свою судьбу. Но человек, который выше этого стал, он уже чувствует, что такое счастье, служение. Он думает, я буду получать меньше денег, но я буду делать то, что мне нравится и полезно другим. Чувствуете? Это уже другая платформа сознания. Человек, зажатый жизнью, допустим, смотрите, есть разные виды. Есть раскрытие разума и счастье от знания, кто такой я. А есть еще тяжелая судьба. Вот, допустим, если человеку надо выплачивать квартиру, ему надо содержать семью, ему нужно то, то, то. Он не может заниматься своим предназначением. Ему надо делать только то, что он может делать. Это означает, что по судьбе еще не положено ему перейти на тот труд, который ему нравится. Не положено. И надо терпеливо трудиться там, где ты можешь. Некоторые говорят, я не согласен, хорошо вся твоя жизнь развалится, жена без денег не сможет жить, дети тоже, все будут хныкать вокруг тебя, а ты занимаешься тем, что тебе нравится. Замечательно. Никакого счастья от этого нет. Видите, не все так просто оказывается. И оказывается, что даже когда человек делает любимый труд, и у него от этого есть деньги и хорошая судьба, то эти предназначения человека не заканчиваются, потому что есть еще высшее предназначение человека. Высшее предназначение человека — это деятельность, которая вообще никак не связана с трудом. Человек дает людям знания, человек служит Богу в храме, допустим. Понимаете, люди есть, которые достигают высшего понимания предназначения своей жизни, и они просто служат Богу и всем приносят огромную пользу, потому что этот человек становится источником любви, самый ценный человек на земле. Самый ценный человек — это тот, кто тебе может сказать, как правильно жить. Самый ценный — это тот, кто помолится за тебя, и у тебя пройдут болезни. Самый ценный — это тот, на кого можно положиться, опереться в жизни. Понимаете, мудрец, мудрый человек, святой человек, высшее предназначение человека — быть святым, святостью. Редкие люди, очень мало. Мы не можем имитировать это. Невозможно. Такому человеку не надо работать уже. Он так возвышен, так чист, что все его любят, все хотят от него получать знания. Теперь смотрите. Нужно найти себя, где я нахожусь, в каком месте. Не надо никуда прыгать. Это развитие человека. Давайте я вам более развернутую классификацию дам. Развитие человека. Она описана в ведах. Эта классификация более подробно разбирает привязанность сознания к разным стадиям жизни человека. И эти стадии прослеживаются также в результате развития человека. Первая стадия — это телесная платформа. На этой стадии человек занимается только самовыживанием. Все. Эта стадия прослеживается в грудном возрасте. Посмотрите, ребенок в грудном возрасте, чем он занимается. Он просто выживает. Ему больше ничего в жизни не надо. Ему надо есть, спать, пищать, когда он чувствует опасность. Все это его жизнь. Когда люди считают себя телом и считают, что с смертью тела жизнь заканчивается, они считают, что пей, гуляй, веселись, то есть не надо ни для кого жить. Жизнь одна, ее мало, и надо жить для себя. Это означает, что этот человек застыл на этом уровне сознания. грудного ребенка. Он не развился в сознании дальше. Тело выросло, все выросло, кроме сознания. Он не понимает, что такое жизнь. Он не знает, что такое жизнь. И поэтому он постоянно пытается действовать для себя. Самое главное у него в жизни четыре вещи у такого человека, не развитого. Это самая большая ценность у него в жизни. Первая ценность – это комфорт или хорошее, чтобы мне хорошо было жить. то есть нужно квартира большая, хорошая, чтобы все было хорошо. Вторая ценность – секс. Третья ценность – пища. То есть, круто, чтобы я питался хорошо. И четвертая ценность – защита. Ну, чтобы все там, макраона везде стоит. что, комар носа не подкачил. Если взять, допустим, обыкновенного таракана, у него тоже такие же ценности. Первая ценность – это место, где он живет. Ему нужна норка. Вторая ценность – это другие тараканы и противоположного пола. Третья ценность – еда. Он постоянно ищет пищу. И четвертая ценность – это чтобы никто не лишил меня жизни. Он смотрит и убегает, когда опасность. С точки зрения развития одинаковые. Если человеку больше ничего в жизни не надо, то вот так. Простите, но это так. Что маленький ребенок, что животное, что человек, который вот так настроен. С точки зрения развития сознания – одно и то же. На санскрыте это сознание называется «Анна Майя». «Майя» означает сознание, «Анна» означает материя. Материальное сознание, материалист человек. Следующий вид сознания называется «Прана Майя». Это более развитое сознание. Это значит, человек приблизился чуть-чуть к душе. Он уже лучше осознает себя. Он уже понимает, что он не просто тело там, качаемся. Он воспринимает себя как энергию. И он нуждается в энергии очень сильно, этот человек. Что является энергией в этом мире? Энергией являются деньги. Поэтому этот человек живет, то есть его цель – деньги. Он больше не знает, какие цели еще могут быть. Надо больше денег. Все. Нет других целей. Обычное сознание всех людей называется «Прана Майя». Такой человек добывает деньги с помощью действия. Он действующий, то есть он действует, он активный. Также на этом уровне находятся люди, которые с помощью этого сознания «Прана Майя» сохраняют себе здоровье. Означает бегать, йогой заниматься, двигаться. Если человек двигается, он становится здоровым. Я завтра обязательно побегу. Я занимаюсь бегом, йогой занимаюсь, закаливанием занимаюсь. Зачем? Чтобы в теле жить. Если человек не совершает движения, жизни в теле нет. Он становится больным. Понимаете? Движение дает жизнь. Движение где? Не дома, на природе. Потому что природа дает человеку жизнь, здоровье природа человеку сдаёт. Солнце дает человеку хороший иммунитет, оптимизм, хорошее настроение. Он дает человеку сильную внутреннюю позицию. солнце это дает. Свежий воздух дает концентрацию внимания, бодрость, хорошую работоспособность, активную жизненную позицию. Свежий воздух дает. Если нет, иди на свежий воздух, получишь силы. Силы идут от воздуха. Усталость. Если ты не можешь отдыхать, спать не можешь. У тебя нет контакта с энергией земли. контактируешь с землей. Земля дает отдых. Не знаешь об этом, не понимаешь, что такое земля, не чувствуешь этой энергии. Через память контакт происходит. Если ты любишь мать землю, любишь память с любовью. Я люблю землю. Значит, тогда ты будешь спокоен. На дальней станции зайду. Трава по пояс и хорошо с былым наедине бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь по Васильковой синей тишине. То есть контакт с землей, все, я ничем не беспокоюсь. Хорошо, я отдыхаю. Перед телевизором так не отдохнешь. Отдых означает контакт с землей. Вода дает человеку гармонию. Гармоничная жизнь становится. Энергия воды. Люди, когда рыбачат, сидят в воду смотрят. Они гармонизируют с водой, успокаивают. Они в гармонию с этим миром, спокойные, как танки. Входят в гармонию с этим миром, успокаиваются, гармонично очень со всем чувствуются. Вода дает взаимодействие. Человек становится очень приспосабливается к холоду, к жаре легко. Они там и в мороз сидят, и в жару сидят. У них все нормально с этим. Нет проблем. Деревья дают человеку стабильность, терпение. Терпения не хватает, беспокойно, успокойте вы меня, ну к дереву встань, постой. Спокойствие дает дерево. Оно стоит неподвижно. Вырабатывать спокойствие. Попробуйте поставить часик неподвижно. Тоже спокойствие будет вырабатываться, если устоите. Видите, природа дает здоровье человеку. И мы не можем этот уровень сознания, мы не можем пренебрегать. Мы не можем материи тоже не можем пренебрегать. Мы должны кушать, мы должны о теле заботиться, иначе если там на коже на теле начало расти, ты говоришь, а у меня платформа духовная, пусть растет. Нет, мой хороший, тебе надо это вырезать или что-то с этим делать, потому что иначе небо в клеточку будет казаться потом в больнице. Жизни не будет счастливой в теле. Мы заботимся о теле. обязательно но разумно мы в этом как бы не погружаемся целыми днями, как некоторые говорят. Знаете, вот эта платформа телесная означает также диеты. Человек начинает здоровью относиться с позицией вот этой. Ко мне один человек подошел и говорит, самое главное в жизни это сырая пища. Я не против сырой пищи, я сейчас рассказываю, как человек погрузился в другую реальность. И он мне только об этой пище, только об этой пище. Я говорю, а вы кроме сырой пищи о чем-то думаете в течение дня вообще? Он говорит, а зачем еще о чем-то думать? Сырая пища это самое лучшее в жизни. Замечательно. Значит, у тебя такой уровень сознания. Точно так же грудной ребенок постоянно думает о пище. Когда сытый он спит, когда голодный орет. Вот и все. Это значит такой уровень сознания. Или если ты думаешь только о том, чтобы двигаться, бегать, тебе нужен только спорт, ты только спортом хочешь заниматься, только зарядки, закаливание, зарядки, больше ни о чем не думаешь, замечательно. Уже по крайней мере будешь здоровым. Но этого недостаточно, чтобы быть человеком. здоровья. Потому что человек должен еще что-то другое иметь в сознании. Кроме здоровья. Здоровье надо. То есть можно, если ты не развил свое тело на первом уровне сознания, не укрепился, будешь ты счастливым человеком. Нет, тело должно быть красивым, нормальным. Не надо им пренебрегать. Дальше второй уровень сознания означает здоровье. Нужно здоровье, деньги тоже нужны. Если ты не можешь с этим владеть, то опять ты несчастный. Не можешь через это перепрыгнуть. Но это означает просто стадии развития. И они все эти стадии развития идут через бескорыстие. Чем бескорыстнее человек, тем он быстрее достигает успеха даже в отношениях с деньгами. Вот смотрите например одна черта простая, труднодостижимая называется уважение старших. Каких старших? А вот допустим директор завода. Ну понятно, что у него там есть недостатки. Они лучше видны, когда человек богат, и лучше видны недостатки. И все думают, ну как гад такой, деньги гребет. Ну хорошо, ладно, бог с ним гребет, ты думаешь о нем, да, такой бескорыстный, ты постоянно думаешь о нем, как он гребет деньги. А ты по-другому подумай о нем. Вот хочешь быть счастливым в жизни? Смотрите, все очень просто. Я вас не призываю к этому, я просто вам рассказываю механизм, который говорили древние люди, рассказывали. Ты хочешь, допустим, работать полегче. Все очень просто. Просто научись в начальнике видеть хорошие качества. Смотри на него с любовью. Вот понимаешь, что он начальником стал из-за благочестия, из-за того, что он в прошлом совершал хорошие поступки. Поэтому он стал начальником, не просто так. Людей видно, вот я вижу людей всех, кто в зале сидит, у кого больше благочестия, чем у других. А их видно, этих людей, потому что у них много благочестия внутри. Они поэтому что-то имеют в жизни, какие-то предприятия там, подчиненных и так далее. Так вот, достаточно такого человека уважать. Он это заметит, как вы думаете? Заметит. Он подумает, о, вот этого человека мы будем повышать должность. Почему? Есть только одна причина, потому что он надежный, надежный этот человек. Вот те, кто имеют подчиненных, согласятся со мной, что лучше развивать не хороших специалистов, а надежных людей. Потому что если надежный человек станет хорошим специалистом, вообще класс. Можно спокойно жить дальше вообще без проблем. Так вот, смотрите, в древней культуре говорилось, не надо так сильно пахать. Достаточно просто научиться уважать старших, и все, и твоя карьера гарантирована. Все. Чем больше у тебя уважения к старшим, тем выше тебя ты поднимаешься в социуме. Все. Очень простая вещь. Понять сложно. Мы постоянно ругаем правительство. Беды говорят, что правительство людям достается такое, какое им положено. По судьбе. В умные достаются в умном, а я досталась тебе. Касается также правительства. Если человек это понимает, начинает прославлять старших, правительство начинает уважать. Смотрите, люди уважают правительство, что происходит? Сторона крепкой становится, могущественной. Люди уважают правительство, все становятся сильной, сильной державой становится. Уважение к старшим, все, силы. Теперь, если уважать человека, как вы думаете, у него больше будет здравомыслия в голове или меньше? Вот если я постоянно проклинаю человека, он станет разумным или нет? Нет? А если я уважаю, у него здесь начнет работать как надо? Сто процентов. Понимаете? Я просто вам чуть-чуть как бы приоткрыл вот этот занавес, который называется влияние или возможность иметь деньги. Чуть-чуть просто приоткрыл. Потому что все очень просто. Следующая стадия после вот этой стадии пранома или способность иметь деньги, способность иметь здоровье, быть энергичным, активным. Слово прана переводится жизненная энергия. Пранома это когда сознание человека пропитывается жизненной энергией. Душа начинает понимать, что такое жизненная энергия и начинает радоваться движению, работе, начинает радоваться и становится очень радостной, активной и у нее нормально и по деньгам, и по здоровью, по всему становится. То есть она активная, душа такая, потому что у нее много энергии везде. Она соединена с энергией, душа это, потому что она свою энергию отдает другим. Когда она замыкает на себе, она становится ленивой. Почему ленивой? Потому что энергию оставляет в себе. Зачем двигаться? Пусть другие двигаются. Останутся ленивой. Значит нищий. Кто не работает, тот не ест. Это факт. Конечно есть разные виды труда. Женщина может любовью своей трудиться для семьи и так далее. Это тоже труд. И тоже эта платформа называется пранамайя. Или способность быть энергичным. Женщина энергична в любви, мужчина энергичен в том, чтобы трудиться где-то на производстве. Следующая стадия сознания. Когда человек более бескорыстен, когда человек более развит, его сознание приближается дальше к душе и переходит на энергию ума. Что такое ум? Это психическая структура, в которой я живу. Вот я смотрю глазами ума на все. Я отношусь ко всем своим настроениям. настроение находится в уме. Судьба человека тоже находится в уме. Все органы и системы организма питаются энергией от ума. Это не то, что ум, это остов человека, это психическая структура, в которой мы живем. В уме находятся черты характера. И вот допустим, я уважаю старших, это черта характера, это более высокая платформа развития уже. Если человек начинает развивать свой характер, начинает понимать тонкие вещи в этом мире, это значит, что он становится более счастливым, более развитым. Он начинает людей видеть не только по диплому, а также по глазам. Он видит, кого брать на работу или нет, потому что он видит характер, он чувствует этот человек, хоть у него очень хорошие, как бы, там в дипломе написаны как бы специальность, он специалист хороший, кажется, но у него плохой характер, он грубить будет на работе, он будет лентяйничать, будет хотеть много денег слишком, гордо себя вести. С таким человеком очень тяжело работать. Зачем его брать? Как распознать людей? Для этого надо быть более развитым. Вот смотрите, когда сознание человека или энергия души проникает в энергию ума, человек начинает лучше различать этот мир. Он начинает видеть все очень тонко, он начинает даже природу видеть в красках, она становится для него живой. месяц свои блески по лугам рассыпал. Видите, месяц сам рассыпал блески. Стройные березки, стройные березки, стройные как люди, шепчут что-то липом, то есть они шуршат означает беседуют. Представляете, человек видит этот одушевленный мир, он начинает видеть все очень красиво. Это так жили люди здесь в древней культуре. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, то есть он к нему как личности обращается. Солнышко ясное, понимаете, то есть ясное означает с глазками там улыбается. Это означает более красивый, более развитый мир. Когда ребенок сначала соску сосет, потом начинает очень активно бегать. у него начинает развиваться вторая стадия сознания, называется праномая. Он как юла, его невозможно поймать и остановить. Его ставишь вот так, он вырывается, ему надо движение куда-то бежать. вот 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 после этого, когда он набегался, у него сознание переходит на следующую платформу и он начинает видеть все одушевленно. Он говорит, солнышко живое, деревца живые, травка живая. Мама мне рассказывала, что я веточки принес, кучу веток, которые нам привязали в саду в этом, там возле дома, принес домой, она говорит, ты че веток натащил. Я говорю, мы их будем сажать, они живые. Я не помню уже это. Там кошкам каким-то там плохо стало. Все кошки домой лечиться. Одна кошка, короче, ее там что-то удалили камнем, короче, у нее с глазом что-то было, и домой принес, положил в шкаф, потому что там темно, чтобы ей не больно было глазу, и понял, что ей больно от света, и у меня кошка больная, приезжайте. Они сказали, хорошо, хорошо. Они не приехали, конечно, чтобы я не беспокоился. Вот, ну то есть ребенок в таком возрасте более взрослым уже он тонко очень видит этот мир, но потом это качество проходит, пропадает, он уже не может так видеть. Понимаете, когда развитый человек становится, он начинает тонко видеть людей, тонко видеть мир, он становится поэтичным, все писатели, художники, они находились на этой платформе. Красивые песни, красивые стихи, красивое отношение к людям, все это означает более развитое сознание, означает, что человек более бескорыстен, он ближе к душе, он лучше воспринимает мир, и у него начинают развиваться хорошие качества характера, доброта, нежность, любовь, смирение на этой стадии. Следующая стадия сознания называется Вигьяна Майя. Вигьяна означает разум, Мана Майя, то, что я сейчас описал, это означает ум, Манас Ум, переводится на санскрите. Умственная платформа означает очень высокий уровень развития человека. Человек такой становится проницательным, глубоким, способным понять, что происходит, он начинает чувствовать жизнь, этот мир. Женщины по своей природе склонны чувствовать, но они не знают, как это объяснять. Часто. Но развитое сознание на этой платформе означает, человек чувствует и понимает. следующее платформа называется Вегьяна Майя. Вегьяна означает разум. Что это значит? Это значит, что человек четко понимает, что правильно, что неправильно. Он четко понимает, где удача, где опасность. Он четко понимает, как надо правильно жить, в чем цель жизни заключается человеческой, для чего я живу, где счастье, где страдания. Допустим, судьба человеку подсказывает, смотри, какая красивая девушка, она тебя любит, давай бросай жену. Если у человека сильный разум, он поймет, что это опасность, чувство хорошее идет, сладкое чувство идет, ему хорошо становится. Он вспоминает девушку, как хорошо, сладкое чувство очень. Но сильный разум говорит, нет, это опасно, ты потеряешь жену, потеряешь своих близким для них, у них будет другой отец потом, все, ты потеряешь все самое родное, близкое, ценное в твоей жизни, в результате этого поступка, неправильное мышление. Но желание его говорит ему другое, оно говорит, нет, все-таки ты выбирай красивую девушку, ты будешь счастливым, и все, что у тебя в жизни будет разрушено, тебе все равно не будет мешать. Хорошо человек разумный знает, как принимать решение. Он идет к наставнику и говорит, я влюбился, вот девушка есть красивая, мне мой ум говорит, что надо бросать жену. Наставник говорит, ни в коем случае вставайся в семье. И говорит, то же самое, что человек сам чувствовал, говорит, у тебя будет разрушена семья, ты потеряешь хорошее отношение с детьми, в обществе тебя будут воспринимать как плохого говорит, смотри, здесь написано так, кто так себя ведет, такое получает. Священное Писание почитал, говорит, все, я этого не буду делать. Это называется платформа Вегиана Майя. Смотрите, как действует судьба. Как вы думаете, как действует судьба? Судьба никогда нас не заставляет ничего делать. Она просто нам предлагает захотеть. То есть время, энергия времени просто выводит желание наружу. И у меня появляется какое-то желание. Есть детская песенка здесь, там поется, какое небо голубое, мы не сторонники разбоя, но дурака не нужен нож, ему покажь медный грош и делай с ним что хочешь. А нет, ему с три короба наврешь и делай с ним что А на жадину не нужен нож тоже. Ему покажешь медный грош и делай с ним. То есть видите, судьба действует через желание, через чувство, через желание. То есть другими словами, судьба просто нас заставляет чего-то хотеть в жизни. Мы чего-то захотели и есть хорошие желания, есть плохие. Человек сам часто не понимает. Желание находится в уме, но человек должен четко различать хорошее от плохого. Это называется платформа разума. Искусственно невозможно создать. Человек не может искусственно раз и сразу выйти на платформу разума. Это высокий уровень развития человека. В это время человек полностью себя контролирует. Он знает, что надо делать, что не надо, и он счастлив в этом состоянии. Смотрите, если мне хочется чего-то, я это не получаю, я буду счастливым? Нет. Почему? Потому что у меня такая развитость сознания. Мой ум что делает, что хочет, то и делает. Он хочет, это захотел, хочет, это захотел, и я это называю свободой. Я говорю, человек на платформе разума говорит, нет, ты не свободный человек, ты раб, попробуй не делать то, что ты хочешь. Ты не сможешь. А теперь он спрашивает, а почему я этого хочу тогда? А тот отвечает, разумный человек, ты это хочешь, потому что так действует твоя судьба, она тебя манит за собой. И ты поэтому все время спотыкаешься от своих желаний и не можешь пойти дальше в своей жизни. Манит, манит, манит карусели путешествия по замкнутому кругу. Поветала Пугачева. Вот. Ну, то есть, когда человек покупается своими желаниями, он опять спотыкается в жизни, он возвращается назад. Например, в семейной жизни человек счастье получает, когда глубокие отношения он начинает строить с близким человеком. Эти глубокие отношения возникают в результате служения. Если я глубоко забочусь, терплю близкого человека, несправедливость от него, терплю, забочусь, объясняю ему, как правильно, по-доброму, то потом дальше постепенно у меня к нему возникает очень чистое светлое чувство. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы душевные, разговор душевный. Мы часто о чем говорим? О делах, о детях, о работе. Это не душевный разговор. Душевный разговор, глубокое понимание друг друга. Означает, много друг другу отдали, сильно служили, сильно заботились. Это всегда означает самоконтроль. Невозможно заботиться о человеке сильно, когда он тебя мучает, если ты не заставишь себя это делать. А это платформа разума уже, она очень сложная. Веды говорят, что на платформе разума может стоять только тот человек, который живет не своими силами, потому что сам себя из болота не вытащишь. Своими силами жить означает идти на поводу желания. У меня не было сил. Полюбить тебя уж не хватит сил. Мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был? Где ты раньше был? Что так поздно ко мне ты пришел? Ну то есть полюбить тебя уж не хватит сил. Понимаете о чем я говорю? Вот хороший человек нравится, но полюбить уже не хватит сил. Человек который живет своими силами не может быть счастливым. Почему? Потому что все силы уходят в судьбу. Все мои силы уходят в мою судьбу. Они туда все направляются в мои желания. Мои силы все уходят в мои желания. Все. А если я верю в Бога или верю в святость, верю в чистоту. Вера в Бога бывает разная кстати. Я сейчас три стадии три уровня напишу ровно расскажу. То тогда я беру силы из своей веры. И платформа разума не может быть без веры. Человек, который не берет ниоткуда силы, через веру силы берутся. Как это происходит? Смотрите. Разум человека это просто вектор, это в нашей психике есть такая штука, которая ищет счастье. как лучи, как прожектор, который ищет чего-то. Он нашел там где-то счастье, и счастье в психику начинает через это поступать. Вот это поступление счастья откуда-то к нам называется верой. Человек не может верить в то, что не дает счастья. А целеустремленность означает желание достигнуть счастья. Решимость означает человек прилагает огромные усилия. Видите, это все функции разума. Ум не может этим заниматься, он только действует, что ему нравится, он то и делает. Разум заставляет себя идти туда. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Разум заставляет себя идти туда, где цель жизни. И когда человек обрел вот эту платформу, способность верить, это называется разумное существование уже, способность верить, тогда он себя полностью контролирует. Почему? Потому что ему хватает энергии счастья, чтобы ограничить себя от ненужного счастья. Чтобы ограничить себя от ненужного счастья, нужно только другое счастье. Другим способом себя ограничить невозможно. Если ты хочешь себя избавить от вредной привычки, нужно другое счастье. Если у тебя его нет, ты будешь получать счастье от вредной привычки. Поэтому разумные люди, допустим, ко мне подошел человек один, говорит, я не могу бросить пить. Я говорю, вам не надо бросать пить. Ну как не надо бросать пить. Я спиваюсь. Вам не надо бросать пить. Вам надо начать жить для кого-то другого. Понимаете, человек, как понять, что у человека захватила судьба в свои руки? Как это понять? Судьба, когда меня захватывает в свои руки, я начинаю думать только о себе. Боль заставляет человека думать о себе. Вот продиагностируйте себя. Если постоянно я что-то все одна, я не могу никак выйти за... Я не могу найти работу, я не могу найти работу. Это означает думать о себе. Когда человек думает о себе, он находится в замкнутом круге. Шансов быть счастливым нет. Для того, чтобы быть счастливым, нужно перестать думать о себе. Тогда ты будешь счастливым. Когда ты думаешь о других, они дают тебе счастье, и ты находишься вне своей судьбы, у тебя дополнительная энергия включается. Смотрите, если человек любит природу, он становится здоровым. Любит природу означает думает о себе, он думает о природе. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу. Без крайних спелых нив, здесь ласковый разлив, здесь солнечный хлебов моих держав. То есть он забыл про себя, он смотрит на природу, ему нравятся эти колоссия, он любит это все, это значит, что человек наполняется силой. Если человек говорит, мне плохо, все, помогите мне, чтобы ему помочь, надо от себя отвлечь. Человеку становится больно любому человеку, хоть разумному, хоть неразумному, он сразу сосредотачивается на себе, но разумный способен перестать думать о себе и победить судьбу, а неразумный не способен. Вот и вся разница. Поэтому разумная платформа означает только одно способность отвлечься от себя и начать служить другим. в следующем году. Продолжение следует...